Плагин конструктора страниц на WordPress Elementor Pro обновился до версии 2.8.1 И на борту обновления Elementor Pro много фиксов, много исправлений, вы можете сами ознакомиться с информацией. Все на английском языке, кто не знает английский, просто скопируйте все новинки, вставьте в переводчик и поймете, что обновилось. Много мелочей, я же буду в этом видео рассказывать об важном обновлении, это виджет оглавления. Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. В первую очередь я обновлю свой Elementor. У меня обновление прошло успешно, но у меня еще осталось обновить локализацию. Вот я вижу, что у меня есть новые переводы, не забываю сделать это. Все, обновлений больше нет, на борту у меня на момент записи видео последняя версия Elementor. И прежде чем мы начнем с вами разбирать новые возможности Elementor Pro, я хочу сказать несколько слов о том, что если вам нравятся Elementor WordPress, вы хотите создать себе сайт, но у вас не хватает времени или вы сомневаетесь, вы всегда сможете заказать сайт у меня. Позвонив мне бесплатно, мой номер телефона сейчас вы видите на экранах, используя приложение Viber или WhatsApp, чтобы совершить бесплатный звонок. Позвоните мне, обсудим и создадим вам потрясающий сайт. А я возвращаюсь к теме урока. Прежде чем приступить к разбору настроек нового плагина Elementor, я хочу показать, что он делает и кому он подойдет. Сейчас вы видите страницу готовую с демо текстом, с заголовками и есть вот такой вот виджет оглавления. Что он делает? По клику по заголовкам он как бы по якорям прокручивает сразу к нужным заголовкам. Это что-то типа меню, но на самом деле здесь все легче делается, здесь они автоматически подставляются в этом виджете в зависимости от того, что вы напишете вот здесь вот в тексте. То есть он как бы ориентируется на заголовки H уровня, то есть от H1 до H6. И как здесь делать иерархию таких заголовков, сейчас я в этом видео покажу. То есть кому подойдет данный плагин, если вы делаете сайт-справочник или вы делаете страницу с документацией. Вы, наверное, часто видели сайт-страницу, где длинный такой список и где можно быстро перейти по нужным параграфам. То есть здесь, например, частые вопросы, а вот здесь уже идет ответ на вопросы, то есть что-то типа такого. Итак, как технически это реализовать? Переходим в страницы, добавляем новую страницу, как-то ее называем. Например, тест, опубликовать. И нажимаю редактировать в Elementor. Сразу разобью контент на две колонки и вторую колонку уменьшу для данного виджета. Здесь я перехожу, сворачиваю вот эти все вкладочки и перехожу в одиночную вкладку. И нахожу вот здесь вот виджет оглавления. Перетаскиваю ее вот сюда. На этом уровне я сохранюсь. У меня автоматически меню не выводится. Чтобы прямо на реальном сайте посмотреть, мне нужно выйти в консоль и добавить пункт меню. То есть перейти в внешний вид меню. Только что добавленную страницу теста я добавляю в меню. Сохранюсь. И только теперь я могу обновить страницу. Перейти на сайт, на страницу тест. И что мы с вами видим, да? Вот он, самое оглавление. Здесь какой-то текст на английском языке. И ничего не происходит. То есть здесь пункты автоматически появляются, как только мы добавим вот сюда контент. То есть текст. Возвращаемся в страницы. Возвращаюсь в свой тест страницу. Сразу можно нажать редактировать в Elementor. В эту область я перетаскиваю текстовый редактор. Здесь будет у нас текст. То есть вот эту колонку вы можете уменьшать. Для удобства я ее сделал пошире. И чтобы здесь у нас пункты появились, нам нужно здесь заголовки проставить. Например, я пишу тест. Выделяю его. И вот здесь я выбираю заголовок второго уровня. На этом уровне я обновлюсь. Пойду на сайт. Обновлюсь уже на сайте. Что происходит? Вот он тест. И здесь он тест появляется. Вот вы видите его здесь. Но прокрутку мы не увидим, потому что мало текста. Сейчас я просто как дефолтный текст продублирую его несколько раз. То есть вот так вот продублировал. Дальше следующий заголовок. Например, тест 2. Выделяю. Делаю второго уровня. И соответственно, в демо текст я дублирую. Обновлюсь. Мы видим уже два текста. Текст вы видите прокручивает. Текст 2. Ко второму тексту тоже прокручивает. Просто страница короткая, поэтому у меня не прокручивает прямо до него. А на самом деле вот до этой части прокрутить должно в самый верх. И как избавиться еще от третий пункт вот этой строчки, который здесь быть не должно. Здесь смотрите. Я захожу в редактирование секции. HTML tag. И здесь ставлю, например, mine. Дальше я захожу в карандашик. Виджет оглавления. Здесь настройки мы с вами еще не смотрели. Немного забегая вперед. Вот контейнер. Вот здесь вот я пишу. Mine, запятая, footer. То есть не с сайта. Обновлюсь. Обновляю страницу. Видите, у нас нижняя строчка здесь на английском языке. Непонятно какая-то вылазила. У нас теперь ее нет. Все. Теперь здесь только наш текст, наш контент. Я возвращаюсь к тексту. То есть я захожу в режим редактирования. То есть как сделать вложенные пункты. Например, вот этот второй должен быть под первым. Вот этот заголовок. Смотрите, просто уровнем ниже. Видите, у нас заголовки уровня идут от первого до шестого. Соответственно, наверху самые высокие. Если ниже я делаю, например, вот этот заголовок аж третьего уровня. Слово тест 2. У меня заголовок третьего уровня. Обновлюсь. Пойду на сайт. Обновлюсь здесь. То получается, смотрите, вот здесь вот видите, такая иерархия как бы заголовков. То есть вот это получается основной заголовок. И для него есть какая-то тема. Да, вот тут текст. И если нужно сделать под этим заголовок некое отступление, он немножко видите, уходит вправо. И здесь цифры подставляются 1-1. То есть это как бы подпункт. Вот если нужны такие подпункты делать, значит вы меняете вот здесь вот заголовки. Аж 3 ниже, то есть уровень. А если ниже, вам надо сделать, скажем, опять с нового заголовка, тогда вы здесь пишите. То есть заголовок. Это уже тест 3. И он у меня второго уровня. Обновлюсь. Давайте посмотрим на сайте, что получается. Вот видите, он начинается как бы вторым. Здесь подставляется двойка, но это уже тест 3. То есть это новое, так сказать, оглавление. Думаю, здесь понятно, да, как делать вложенные пункты и как делать отдельными пунктами. И вот здесь уже наглядно, вы видите, прокручивает до каждого пункта ровно. Думаю, как работает на данный виджет уже понятно. Теперь переходим именно в настройки. Посмотрим, что здесь есть. Значит, заголовок оглавления. Это то, что здесь у вас в шапке. Можете поменять на свое. HTML tag h4. Это заголовок, вот этот оглавление. Какого уровня ему быть, решайте вам. Дальше включить. И здесь у нас перечислены вот эти вот заголовки как раз уровни h2, 3, 4, 5, 6, которые у нас используются в данном виджете. Дальше вид указателя. Смотрите, если просто номера, то просто цифры. Я думаю, это самое правильное. Но можно еще выбрать буллеты. И тогда мы можем либо отключить. Сразу вот здесь, вы видите, визуально ничего нет. Или же выбрать свою иконку. Абсолютно любую. Я выбрал вот эту. Вот вы видите, теперь такая точка. Здесь посмотрели. Дальше дополнительные опции. Обрезать слова. Если тут длинные слова, у нас будут обрезаться. Сворачивающиеся списки. То есть у нас вот это оглавление, здесь была стрелочка. На самом деле здесь тоже видно. Вот эта стрелка, которая сворачивает все наше оглавление. То есть быть ей скрытой или нет. На ваше усмотрение. Если у нас она есть, тогда у нас появляется выбор. Либо иконки там не делать. Либо загрузить SVG иконку. Либо поменять иконку на свое. Иконка свернуть. Именно вот эта иконка, которая около оглавления. Это вот здесь вот так по-русски здесь написано. Иконка свернуть. То есть либо без иконки, либо загрузить SVG свою собственную иконку уникальную. Или же выбрать из списка какую-то здесь. Когда у нас иконка, когда у нас список свернут, иконка меняется. Видите? Когда я кликаю, иконка другая. То есть показывает наверх свернуть. То есть вот эти иконки этим отличаются. То есть просто иконка. Это когда у нас все в свернутом виде. Иконка свернуть. Это естественно иконка, которая позволяет сворачивать данную конструкцию. Так скажем. Дальше. Не показывать на мобильных устройствах. То есть будет на телефоне. Вообще он скрыт. И это правильно. То есть свернуть на мобильных. Потому что на мобильном устройстве пальцем гораздо удобнее. Прокручивать страницу никто не будет тыкать по этому виджету. Поэтому здесь делаем вот так. Иерархия. Да, нет. То есть так вложен уровень. Вот здесь вы видите. Либо все ровненько будет выглядеть. Либо будет иерархия. То есть вот здесь вы это видите. Отступает у нас под заголовок. И есть возможность свернуть под пункты. Видно, что они сворачиваются здесь у нас. Здесь мы рассмотрели. Дальше по стилям. Первый у нас вверх. Это идет бэкграунд. Общая заливка. Вы видите красный я залил. Цвет границы. Это видя разделение оглавлений нашего вот этого списка. Соответственно, дальше толщина границы. Здесь я подробно не буду остановиться на дизайне. Я думаю, вы здесь уже сами разберетесь. Хедер. То есть это именно верхняя часть. Вот она белая. Я ее сделал. Цвет текста. Соответственно, красным, например. Там черным. Каким вам больше нравится. Список. Соответственно, обычный список. Цвет я сделаю белым. Это вот наш список. Соответственно, цвет иконок. Круглюшей наших тоже белым. И также есть при наведении. То есть цвет меняется. Вот зеленый сейчас. Если я сделал каким-нибудь вот таким. То есть вот цвет меняется. И пункт активный. То есть на который я кликнул. Каким цветом ему быть. Например, будет пускай зеленым. Давайте наглядно покажу этот момент. Обновлюсь. То есть активный пункт. Куда я кликнул. Он зеленый. Просто мы его сейчас не видим. Я на третий кликаю. Потому что у нас этот блок прокручивается. То есть сейчас активный первый. Вот этот первый. Он поэтому и зеленый здесь. И теперь самое интересное. Как его зафиксировать. Для многих это будет полезно. Чтобы наверх не дергать нам все время. Переходим расширенные. Здесь надо будет перейти в позиционирование. Дальше я выбираю фиксированный. Дальше ширина произвольна. Произвольная ширина. Выбираю процент. Например, ставлю 25. То есть ширина нашего всего блока оглавлений. Позиционирование будет, например, справа. Смещение. Например, процент я беру. Это лево-право. Смещается. Дальше вверх-низ. И здесь тоже выбираю процент. И в принципе так и оставляю. Вот как есть. Что-то такое. Вы можете здесь поиграться. И как-то для себя более интересно это подобрать. Ну вот он немного широковат. Его, конечно, можно сделать здесь. Например, 15%. Обновлюсь. То есть вот как-то так. И вмещение, например, вот сюда сделаю. Все равно на мобильных это видно не будет. То есть вот как-то так. И вот сейчас вы видите, зеленым покрашивается. И пункты как бы вот становятся активными. То есть все работает. То есть вот на мобильном устройстве. Через демонстрацию я вам покажу, что его нет, потому что я его скрыл. И здесь все нормально. С остальными мелкими изменениями в данном релизе вы сможете ознакомиться на сайте разработчика. Надеюсь, для вас этот урок был понятен и полезен. Если вас плагин Elementor Pro заинтересовал, приобрести вы его сможете по ссылке в описании к этому видео. Покупая Elementor, таким образом вы поддерживаете меня. На этом видео я заканчиваю и увидимся с вами в следующем видео.